Сопротивление бесполезно, особенно если этого Сопротивления нет. Нет идеи, незадачнее тех, кто готов был бы идти на амбразуру. А все потому, что всем все давно понятно. Беглая это не оппозиция, это обезьяна с гранатой, которая плохо видит и мало что понимает в реальной ситуации в нашей стране. И самое интересное, этой самой гранатой выступают единицы глупцов с белорусским паспортом. Например, те, кто решился на террористические акты и кого уже осудили на 14, 15, 16 лет. Стоит ли 16 лет тюрьмы того, чтобы Тихановска и Чорко-Латушка проедали американские деньги, а жизнь других проходила бесцельно и бессмысленно в тюремной клетке? Или это другое? А с вами я, Ксения Лебедева. Здравствуйте! 10 августа в Бобруйске вынесли приговор трем белорусским террористам. Банда работала совместно с экстремистами и террористами, которые, уехав за границу, не оставили идею захвата государственной власти в Беларуси. Они искали податливых, слабохарактерных, с радикальным настроем, которых можно было бы склонить не только к участию в массовых беспорядках, но и к вооруженному противостоянию силовикам и террористическим актам. Теперь эти же организаторы так называемого сопротивления откровенно признаются в эфире пропольского экстремистского телеканала, что у так называемой оппозиции нет сил, а главное – желающих сопротивляться белорусской диктатуре. Щегельский, кстати, это один из тех, кто участвовал в подготовке покушения на президента Лукашенко. Его подельников сейчас судят, а он, как видите, раздает интервью. Но у белорусских силовиков руки длинные. Это так, для галочки, в голове держать. Потому что те элементы, которые пытаются в Беларуси развивать бурную деятельность, тех быстро находят, ведут до определенного времени, а потом садят. Вот как пример несвятая троица Константин Ермолович, Виталий Минкевич и Игорь Козлов. Пытались запугать бобруйчан, устраивая разного рода перформансы на железной дороге. Только вот один момент, наверное, который я не поняла. Говорят, не за оппозицию шли. Часть ее и не знают. А шли, мол, чтобы заявить о своей позиции. Только какое объяснить не смогли. А у вас есть какие-то идеалы свои политические? Ради кого готова сидеть 16 лет? Такого человека я не знаю. А для чего так это делали? Если сказать так уж максимально компактно, то это было выражение протеста нашего личного касательно того, что мы не согласны с происходящего. То есть это не было ради кого-то. Ради оппозиции или кого-то еще. Я их там и не знаю, это большинство. Мне не настолько это интересно. Баба-Яга – это и есть белорусская оппозиция. Всегда против всего. Но каков запрос, такой и ответ. В 2021 году мы делали на путях так называемые закладки, муляжи взрывных устройств. Попытались поджечь табакерку и подожгли стрелковый тирк. Вы признаете, что это был терроризм с вашей стороны? Признаю. То, что вы делали – это противозаконно? Ну, с точки зрения закона, да. Знаете, почему он говорит «с точки зрения закона»? Да потому, что он считает, что с точки зрения морали он прав. И что это государство виновата в происходящем. То есть это же другое. Нужно сказать, что трижды группа делала растяжки на железной дороге и устанавливала муляжи противотанковых мин. Результатом конкретно уже установленной растяжки, наверное, предполагалось, что будет задержка движения поездов. Как задержка поездов может быть связана, опять же, с вашей политической позицией и всем происходящим? Ну, это своего рода экономическое давление. Удалось? Ну, как впоследствии выяснилось – нет. Можно так сказать, что все сошло с рук, и мы решили, что можно еще раз. Сошло с рук, но нужно отметить, что ребят заметили с первого раза и элементарно вели, чтобы понять, каковы их сверхзадачи и намерения. Информацию тоже через, наверное, сутки, я не помню точно. Но они примерно с такой разбежкой публиковали где-то через сутки или через двое, потому что они еще сами там прикрепляли информацию от себя, им кто-то давал, по железной дороге, внутреннее происшествие от ВОХРа. И скрин с монитора, с компьютера, то есть о событии конкретном у них был, и они публиковали его вместе с нашими фотографиями. В первом случае, во втором. Ну да, из кабинета, где ведется круглосуточное наблюдение, кто-то делал скрины и отправлял экстремистам из буслы лятять. Те съедали наживку и выкладывали вместе с фото, которое отправляли преступники. Логично же. Я бы сказала, что это рука Фемиды. И кто-то до сих пор думает, что останется безнаказанным или что правоохранителям неизвестно, кто регистрируется в экстремистских образованиях, вы как на ладони. Хотя, как заявляет один из членов преступной группы, готовились основательно. Не помогло, выходит? Результатами вы были довольны? У нас практически все акции идеально не проходили. То есть, у нас были какие-то недочеты. Поэтому, наверное, большего нет. Почему не остановились? Ну, это сложный вопрос. Мы обсуждали его. Но как-то сложно было остановиться. Но именно в процессе. То есть, когда ты уже начинаешь действовать, то как бы не видишь такого пути, как остановиться. А остановиться не могли, потому что стыдно было признать свою ошибку. Что априори вся затея, мало того, что не стоило выездного яйца, так она изначально была обречена на провал. А самое неприятное, что три мужика купились на замолнуху от какой-то шайки Лейки из-за границы. Теперь послушайте о стиле работы экстремистских телеграм-каналов и о том, как они создают свой контент. Там на дороге валялись колеса, автомобильные просто ограждения использовались. Мы их тащили в кучу, несколько штук. Достали там доски какие-то, ну, лежали возле самого тира. Все это сложили в кучу, облили бензином, маслом и подожгли. Все это мы сняли на видео. Получился кусок в 9 секунд буквально, потому что товарищ стоял и, ну, поджигал спичкой. И, ну, он спичку бросил и пламя очень большое вспыхнуло. Он просто отскочил, ну, как бы я тоже, ну, отошел, потому что не ожидали. По этому видео получился коротенький кусочек, и мы сразу туда ушли. Потом это видео, ну, как обычно, я сбросил администратору. Они опубликовали, ну, опять же, у себя информацию о том, что случилось, с там уже описанием. И видео уже монтировали они сами, там получилось больше минут. Я еще, когда увидел, зашел посмотреть, я думаю, ничего, мы-то сняли там кусочек маленький. Чудеса монтажа. Ну, получается, да. Все услышали, что из 9-секундного видео они сделали более минуты. Или, как сказал бобруйский террорист, получилось эффектнее, чем в жизни. А вот Ермолович рассказывает о том, как пытались поджечь табакерку. Подошли, залили в табакерке замочную скважину клеем, наклеили стикер, вот после чего, ну, злые бобры приклеились, потому что стикер была картинка бобра. И облили все, ну, не все, а, получается, тыльную сторону табакерки и под табакерку бензина. И установили этот часовой механизм. И ушли. К счастью, механизм не сработал. Однако из этого заграничные писаки сделали тоже громкую новость. Какая была ваша реакция на все это? Ну, конкретно... А то, как они подают это? Нет, ну, подавали красиво. Ну, просто нет. Ну, на тот момент... Ну, по сути, было все не так красиво. Ну, по сути, ничего не было. То есть там же ничего не получилось. Ну, по факту. Единственное, что... То есть то, что публикуют и то, что происходит на самом деле, не всегда... Ну, да. Это, в принципе, не новость. Кроме муляжей и растяжек на железной дороге, поджоги, стрельбище, где тренируются бобруйские силовики. Группа планировала поджог суда в Бобруйске. Но не удалось. Поэтому и сроки можно было бы больше дать, с учетом того, что все шли осознанно. И каждый понимал, чем это закончится. Но, наверное, ждали какой-то помощи, защиты. А по факту никому не нужны. Срок ни с кем не разделят. Потому что у тех, кто затеял эту игру, будет свой. Но это уже другое. А с вами была я, Ксения Лебедева. До встречи в следующей программе. Субтитры создавал DimaTorzok